Давай, готово? One, two, three. Камера, мотор. Поехали. Очередное утро. Миюшка самая первая у стола уже. Ждет своей порции. Ждешь? Скажи, ждешь? Скажи всем привет. Вау! Ну ты Рэмбо вообще. Рэмбо. Порвала на себе целый... Не-не-не. Что ты ждешь сегодня на завтрак? Давай, рассказывай. Бекон ждешь? Хорошо. Яички ждешь? Жареные. Жареная яичница. Ждешь? Ладно, никакой реакции. А что еще ждешь? Фрукты. Манго. Ждешь? Ты уснула? Wake up. Миюшек, мы в кадре. На тебя люди смотрят. Что помидорки? Дать тебе помидорку? Да? Хорошо. На тебе помидорку. На тебе помидорку. Хоть наконец-то с утра что-то дали. Все. Ее надо кушать, не кромсать. Ага. Не понравилось. Нет, больше не дам. Все. Вот эту и ешь. Нет. Папа не будет тебе дать, что думаешь? Я тебе буду, ты будешь кромсать и кидать. Нет, так тут не работает. Надо взять и скушать. Все. Давай. Взять и скушать. Ну? Дать. Нет. А что тебе? Все дать помидорки? И что ты? Ты же не кушаешь их. Ты просто поиграться хочешь? Признайся честно. Помидорки вкусные, бабушки. О-о-о-о. Это точно. Так, даю последний раз. Все. На. Только кушай, не играйся. Ты проверяешь ее по консистенции, спелая или не спелая. И как? Все, почвякала. Да ты салат себе делаешь. Так и скажи. Делаешь салат? Ой, ты. Аджику, аджику, да. Аджику. Так вот надо. Выжимаешь, да? Выжимаешь. Ну и все. Если кто-то не поел, а пойдет сейчас уже умываться. Ай-яй-яй. Вот так вот с утра прям. Ну и всем доброе-доброе утро. Всем привет. Доброе утро от нас. У нас на завтрак сегодня, ну как обычно, яйца. Только другая вариация. Стандартная. Не стандартная, то есть. Такой картофельник, под низом бекончик, яйцо. Петрушка. Украсили петрушкой домашней. Огород, да? Да, и такой вот, и наш маффин с внутри, срёвочное масло и копчёный сок. Очень вкусно. Прям уже и на стул сама залазит, садится уже, давайте, подвигайте меня. А мы же пока приготовим, правильно? Да, да. И вот так вот. Вкусно? Да? Ай-яй-яй. Ну что, друзья, пожелайте нам приятного аппетита. Если вы обедаете, завтракаете или ужините вместе с нами, вам тоже. Пользуюсь моментом, хочу порекомендовать компанию Монат. Напоминаю, наша мама является амбассадором этой фирмы. И на данный момент она полностью смонсирует нашу семью этой продукции. Продукция отменная. Проверили на себе. И даже наша Ульяна пользуется уходовыми средствами за волосами. Представьте себе. Продукция хорошая тем, что здесь натуральные компоненты, нет никаких синтетических добавок, что хорошо. Продукция немного дороговата, да, но оно того, поверьте, стоит. Хотя я маме предлагала, давайте мы будем покупать, потому что нам по-настоящему эта продукция понравилась, она эффективна. Мама сказала, нет, если я могу вам помочь, я буду помогать. Огромное вам за это, конечно, спасибо. Что я хотела еще сказать? А, что я могу подчеркнуть, пользуясь такими уходовыми средствами от Монат, то, что изменилось качество моих волос, они стали более гладкими, не жесткими. Хотя знаю, что влияет и качество воды. Носишь ты головной убор, не носишь, потому что от этого тоже волосы жирнеют. И да, как-то наша мама сказала на всю страну, вот посмотрите на мои волосы, я уже не мыла голову 5 дней, и посмотрите, какой хороший результат. Я как-то не сильно поверила, но как-то думаю, 5 дней, вы что, и такой объем, друзья. Походу, это правда. У мамы, конечно, короткий волос, не такой длинный, как у меня и у Ульяны, да. Но я тоже стала не мыть волосы, но, наверное, дня 3 точно. Этого хватает. Меня, в принципе, такой результат устроил. Вот. Уже 2 критерия, которые мне очень сильно нравятся. Так, значит, маму первый раз дала попробовать еще маску для волос. Также от фирмы Монат есть и уходовые средства за кожей лица. Взяла я баночки из дому, чтобы мама поделила своими кремушками. Итак, здесь у меня умывалка, здесь у меня какой-то скраб для лица, тоник и крем для лица. Друзья, я, как обычно, занимаюсь готовкой. Каждый день что-то готовлю, что-то выдумываю. В общем, но не сегодня. Вчера готовила голубцы. Вот остатки. Смотрите, как аппетитно выглядят. Это уже остатки. Моим так понравилось, что они попросили еще, зная, зная, что у меня остался фарш, осталась начинка. Вот, собственно, буду готовить голубцы. Капусту я уже подготовила. Как я ее приготовила? Просто засунула в микроволновку вот так вот, без пакета, без кулька на 15 минут. Перед этим вырезала сердцевину, серединку и все. Хорошо, удобно, классно отделяются листы. Листики эластичные. Смотрите, да. В общем, готовить капусту, подготовить капусту к голубцам по такому методу мне очень нравится. Единственное, что буду вот эту грубую часть обрезать. И все. В общем, супер быстро получится, так как начинка уже готова. Так, а еще готовила гречку. Гречка у меня с зажаркой. В виде лучка морковки. В нашей семье гречку едят все. К гречке я приготовила такую вот подливку. Гуляш с говядиной и овощами. Овощи мелко-мелко перри. Через блендер пропустила. Получилась такая вот консистенция. Очень вкусная подливка к речке. Вообще пальчики ближешь. В общем, ну, как по мне, настоящий гуляш, друзья. Так, показываю, что с этого всего получилось. Небольшая порция. Наедимся на полгода, Антон Голубцов. Да. Очень вкусные, ароматные, сочные. Да, классно получается в этой кастрюльке, да? Да. И соусом этим. Да. Да. Дает свой вкус. Друзья, едем с Ульянкой на небольшой такой шопинг. Да. Ульяна хочет посмотреть себе что-то с уходовой косметики. Едем в Шоперс Драк. В общем, мы недавно купили умывалку для Ульяны от фирмы Сэравэ. Она нам не подошла. Потому что мы взяли другую. Для жирной кожи. Для нормальной и жирной кожи. Да, но у меня драй. У меня сухая. Оказывается, сухая кожа. Я, если честно, думала, что у нее жирная. Но нет, нет. В общем, едем что-то искать. Желательно, опять-таки, эту компанию от фирмы Сэравэ. Нет, Байома называется. Ну, либо же другую фирму посмотреть. Для сухой кожи. Для сухого типа кожи лица. Да, мы хотим Байому купить. Купить, купить. Купить Байому Клэнсер. Потому что мы читали в гугле, что это хороший. Для молодой кожи лица. И еще мы читали там типа что это. Информацию. Там ревьюз, они все хорошие. Хорошие. Что остается кожа лица, увлажненная и все такое. В общем. Так что да. Доехали в Старбакс. Уля, она купила какой-то себе напиток. Это pumpkin spice. В общем, какой-то осенний напиток со вкусом тыквы. Ну как? Очень вкусный напиток. Да? Сладенький. Очень. И еще здесь cinnamon. Корица. Корица, да. Очень. Это делает очень вкусно. Так, друзья. Уля, она хочет попробовать вот эту вот фирму. Написано, что для всех типов кожи. 18 долларов. Такая умывалочка. И от фирмы Sarave. Серия увлажнения. Тоже для сухой кожи. Тип сухой кожи лица. Цена 23 доллара. Ну вот эту очень сильно хвалят. Там тоже вроде хороший состав. В общем, пусть Уляна выбирает, что ей ближе. Что ей хочется. А это, наверное, мыло, да? Клинцер бар. Точно. Цена 10 долларов. Угу. Ну, ты готова? В твою ванну придет новый прибор. Ура! Я обнимаюсь. Аккуратно, у меня тут куча инструментов. Так, все-таки время пришло. Значит, в ванной у девчонок будем менять душевую, которая попалась нам в распаковках. У меня уже тут куча инструментов. Надеюсь, они пригодятся мне. Надеюсь, я взял правильные. Друзья, редкостные кадры показываем вам. Да, ванную девчонок. Ванную комнату наших девчонок. Так, я захожу. Покажи, какой вариант у нас был и какой будет. Итак, смотрим, какой вариант был. Так. Так, тут игрушки девчачьи. Все такое. Значит, было и то. Это тоже наш. Потому что стандартный здесь был другой. Мы поставили вот здесь наш купленный, который стоял на квартире. Но он классный. Да, он тоже дает хороший напор. Классный. Но мы сейчас поставим другой. И покажем просто в конце. У нас вот коробка, инструменты. Мюшка на подмоге. Лена оператор. Да, вот такая вот коробка была. И будет классный, классный душ. Все. Значит, приступаем. Давай, мастер. Какой ключ нам нужен? Показывай. Какой? Давай. Какой? Вот этот или вот этот? В общем, друзья, ваша любимая рубрика. Наводим порядки. Или вот эти все. Смотри, он тут крутится еще. Смотри. Видишь, крутится? Видишь? Как классно, что в доме две ванные комнаты. Еще бы третью, наверное. Да, если честно. Так, все. Давай, ключики выбираем. Начинаем по инструкции собирать. Тут, в принципе, все должно быть просто. Итак. Так, пол силы включу. Я там переключил, да? Так, ну, это дождевая. Да. Она поменьше, чем у нас, но она классная. Классно, что есть еще такой душ. Да, мне еще удобно было. Дома, ты ее мыть. Переключим. Да, напоминаем, что я здесь. Ты где? Вот, ну и все. 180 или 250 он стоит. Ну, дорогой, да, был. Все, выключаем. Хорошая такая струя. Кстати, с потерянных посылок, друзья, классная штука. Сидит. Сидит в нем, да. Блин, и не первый раз. То есть вот эту штуку можно, в принципе, как она захочет, Ульяна, там, сюда направлять. Да, делать тепло. Душь, что просто... Больше для нас в ванну мыть. Да, или его можно провернуть, я думаю, в ту сторону как-то. Короче, она все равно туда не будет лезть. Для нее уже будет. Давай закрывай. Для нее уже будет этот. Да, Мишек, и тебе тоже. Все, девчонки, хай-фай. Молодцы. Давай, хай-фай. Вау. Вау. Все. Все. Ну, Улянка придет, обрадуется. Да, да, да. Будет ей теперь удобно купаться, мыться. Да, и ты тоже. Какая-то что? Тряпочка. Все, девчонки, молодцы. Молодцы. Мы сегодня закончили, все поменяли. Еще одно дело сделано. Гулять. Вечеринка. Итак, друзья, у нас новая вылазка. Едем мы в место, короче, в место, где мы вообще давно не были, где Лена постоянно меня просит. Давай. Ульяна тоже. Скоро. Ну, Ульяна тоже любительница этих всех штук. Я так себе. Ой, да ладно, принарядился. Не, ну, мы все нарядные, всей семьей. Ты где? Ты где? Ой. Всей семьей едем. Сейчас покажем, куда мы приедем. Едем. Да. Да, ты тоже. Едем тратить день. Нет, ладно, не тратить, хорошо, не тратить. Просто себя отблагодарить, побаловать за тяжелую работу, которую мы постоянно все производим, делаем, работаем. Да, да, да. Он не очень удобно, даже комментирует. Друзья, те деньги едем, да, тратить деньги, те деньги, которые мы... Мы играли в казино, поэтому мы решили, мы часть, поедем сейчас просто в ресторан. Да. Ладно, не буду секретничать, не буду все это утаивать. Сейчас все все равно увидят, куда мы едем. Очень классный ресторан, который... Надеюсь, он ничего там не изменилось, ничего не испортилось. Насколько мы в последний раз помним, мы там были, то было все классно. Сейчас проверим. Да. Так, ну, выходим мы с машины, показываем, какие со мной красотки все. Мишик, ты куда? Давай, показывайся. Тоже показывайся. Папе сразу. Ну и после работы мы уже Ильяну после математики забрали. Поэтому... Как отлично подошли сапожки под твое платье, да? Ну, я немножко сомневалась, но вроде как хорошо подошли, да. Я думаю, все оценят. Будет классно. Пишите, друзья. Идем мы в ресторан Шисо, если все поняли. Это у нас местный японский ресторан. Просто поедим роллы, скорее всего, такое, по мелочи. Может, выпьем какой-то коктейльчик интересный, безалкогольный. Да, да, да. Так, заснимем немного, как выглядит это заведение. Какие детали, обратите внимание. Настоящий бамбук, кстати. Так, будем ознакомливаться с меню, да. Мишки детская какая-то заказывает? Ну, не знаю, посмотрите. Может, просто рисунок будет. Ну, что-нибудь, да. Да, Миша? Или ты просто хочешь картинки посмотреть? Я? Точно нет. Так, ну что, друзья, проведем мы сегодня. Да, начинаешь с напитков. Стандартно все начинают с напитков. А сейчас просят, что мы будем делать. Хорошо, да, давай. Я возьму традиционное, скорее всего, японское. Да, это? Саке? Нет, я, скорее всего... Называется, чапонис поп. Японис поп? Да. Миша водичка. Питч, ватермелон, манго, ормелон. Друзья, нам принесли коктейли. Ну, мне. Безалкогольные. Коктейли. Как называется? Чичи или как-то так? Да. Японский какой-то коктейльчик. Мишки свой коктейль, да? Да, Миша водичка. Бульяны, газировка японская. Это не газировка, это? Ну, поп. Это газировка, нет? Газировка, это вода просто. Нет, газировка там, где газ. Видишь, вот бульбашки, это... Мы называли это газировкой. То есть это так вкусно, так вкусно. Да. Вкус персика. Это японская сода. Да, да, да. Ну, это обычная вода. Это питч. Книжки свой коктейль, вообще-то необычная вода. Это коктейль. А у тебя японская пиока? Японская пиока, киричибан. Да. Ну, раз мы в японском ресторане. Да. Почему бы нам эту тематику и не продолжить? Так, а ну, можно я попробую коктейльчик? Пробуй. А я тоже попробую. Да, вкусно? Ой, и у меня вкусно. Вкусно, да. Вкусно. А у тебя там что? Чичи какой-то. Нет, не помню. Там она сказала ананас, молоко и кокосовое, по-моему, что-то еще. Нет? Чувствуется кокос? Ну, не знаю. Ну, вкусно. Попробуй. Ой, и пиво хорошее. Давно, мои друзья, просто так без повода мы не сидели в ресторане. А это шикардос. Вкусно, понравилось? А ты водичку попробуй. Тоже вкусно. Мишик, хочешь водичку попробовать у Ляшкина? Не, не надо. Только зеробка сладкая, да. Дадим потом, не заберем, я вам скажу. Дадим попробуем. Эту сахар, но она сладкая. Как так? Аккуратно, Мишик, аккуратно. Ой, ты ее держи. Да, она сейчас, кувыркнулась бы. А у нас вид какой сзади на город. Да, на город. Да? Смотри, видно? Видно? Ну, как раз этот ресторан расположен на пригорке вот в городе. И вообще супер. Вечерком здесь отлично. И что его выделяет? Вот такие вот большие окна. Ой, красивая подача, да? Это что? Что нам говорили? Лук. А? Остапус. Осьминовка или что? Котлеты, да? Да. А, сверху вот это? Да, лук. Лук. Наверное, сухой. Так, я не помню уже, как ими пользоваться. Нет. Что-то такое. Ну, это не лук. Это интересно. О, вау. Вау. Спасибо. Это лук. Месико, это немного вкусно. Окей, да. Халопония, Тагамай и Сэма. И мы still working the black jackan. Окей, да. Спасибо. Уляна, вкусно? Да. А тебе это пробовал? Нет. Так, ну что, друзья, пожелайте нам приятного аппетита. Смотрите, какие вкусные на вид роллы. Короче, на десерт девчонки захотели вот такую штуку. Мусс. Здесь называется шоколадный. Красиво просто разложили с манго. Да? Там манго? Нет, пайнепел и дыня. Ананас и дыня. Попробуйте. Ой, попробуйте. Ну, давай сейчас. Уляна, давай тестируем. Тест, тест. И как? Вкусно. Вкусно и все? Все одно слово, что ли? Ну, там типа превосходно. Это божественно. Оно тает во рту. Я хочу еще один кусочек. Да какой кусочек? Оно тает во рту. И я помнила. Я не могла спать, потому что это снилось бы мне во сне. Типа такого. Можешь написать? А, нет. Он просто вкусный. Так, ну хорошо. Все. Приятного аппетита. И так. Короче, вечер закончился. И что у нас получилось? 111 долларов, что в принципе, я думал, будет больше. Для ресторана посидели мы тут вчетвером. Да? В принципе, отличная цена. Ну, я еще ничего не ела. Еле вновь трогала. А Лена хотела ей целую миску заказать. Говорит, давайте закажем рис, лапшу, что-нибудь. Я говорю, да она там съест. Это всего лишь два зернышка. И то ей консистенция риса, это не понравилось. Консистенция. Ну, в принципе, посидели классно. Но там пиво самое дорогое. Из всего самое дорогое оказалось пиво. 15 долларов за баночку. 15. Ну, вкусное, потому что я алкоголь не пью уже сколько, годами. Понятно, что оно, мне кажется, любое пиво мне покажется вкусным. Поэтому все, сейчас едем домой. Что-то у нас еще есть время для семейного, времяпрепровождение. Посмотрим, возможно, фильм какой-то. Попьем чай. Невозможно, посмотрим. Попьем чай. Ну, пока доедем. Десерт был вкусный. Ох, божественный. Даже мне перепал кусочек. Хотя я не любитель вот этих муссов, чизкейков, там, такое всего. Мне вот нравится что-то такое, типа, ну, простой киевский торт. Самый нормальный десерт. Надо, кстати, заехать, взять, может, каких-то сырков. Точно, точно. Пока я тут разговариваю, даже идеи в голову идут, представляете? Все, сейчас поехали домой. Продолжение следует.